МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 июля 1953 года на один из подмосковных аэродромов приземлился военный самолет из Вильнюса. По трапу в сопровождении охранников спустился человек в наручниках. Прямо на летном поле человека посадили в машину. Куда его везли, он не знал. Как не знал и того, что доставлен в Москву по личному распоряжению всемогущего Лаврентия Берии. Но вот что было странно. С человеком в наручниках обращались не как с заключенным. Предельно вежливые отношения и даже усиленное питание. Узник не предполагал, что скоро он будет разговаривать один на один со своим главным врагом. И цели у них окажутся общими. Человека звали Йонас Жемантис. Генерал подпольной армии. Неофициальный президент Литвы. Год рождения 1909. Литовец. Рост 185 сантиметров. Приметы. Сутулы, волосы негустые, зачесанные назад. На спине и животе следы ранения в виде небольших круглых шрамов. Псевдоним Виталтас. В честь литовского князя, постоянно воевавшего с Москвой. Лидер вооруженных антисоветских формирований. В народе их звали лесными братьями. Помните фильм «Никто не хотел умирать». Он на долгие годы сформировал образ и отношение к вооруженному противостоянию в Литве, которое длилось 10 послевоенных лет. Они появлялись неожиданно. Наводили ужас на дорогников советской власти и исчезали в лесах. Их убежище не могли обнаружить даже поисковые собаки. Эти люди называли себя лесными братьями. Терминология НКВД была не столь романтична. И в документах ведомства они именовались вооруженными националистическими бандформированиями. Сейчас в Литве их называют резистентами. От французского «резистанс» – сопротивление. Скажите, лесных братьев боялись? Конечно, боялись. Вы понимаете, потому что вот в таких глухих местах, где вы приехали, днем советская власть, а ночью их власть. Литва – буферная зона между Западом и Востоком. Ее история сродни историям всех маленьких государств, окруженных сильными соседями. С Литвой никогда не церемонились. Долгое время она была в составе Речи Посполитой. А после раздела Польши в 18 веке стала российской провинцией. В 1918 году Литва с помощью Советской России получила официальную независимость. Однако из-за своей слабости не могла проводить самостоятельную политику. Давние враги-друзья Германия и Польша постоянно предъявляли ей территориальные претензии. В марте 1938 года Литва была вынуждена признать потерю Виленского края, который поляки заняли еще в 1920 году. Через год, в марте 1939-го, Германия грубо заявила свои права на Клайпетский край. Министр иностранных дел Риббентроп предупредил, что если Литва не отдаст Клайпету добром, этим делом займутся не политики, а армии. И неизвестно еще, где она остановится. Литве пришлось отдать единственный порт. Самодовольный Гитлер посетил Клайпету с победным визитом. СССР тоже хотел отрезать свой кусок пирога от Прибалтики. Уже был подписан пакт Молотова-Риббентропа и советско-германский договор о дружбе и границе. Секретные протоколы к которым определили Прибалтику как сферу интересов СССР. Компромисс в 30-е годы, до этого, советская сторона всегда искала. Для того, чтобы эта буферная зона, которая существовала, была все-таки дружеской зоной, а не базой действий диверсионных отрядов против советского государства, что реально имело место. Политика Советского Союза тогда уже направлена была в совсем иную сторону, уже не в сторону союзнических отношений, а именно на то, чтобы взять всю политическую, то есть контроль Литвы, Прибалтики в свои руки. Министр иностранных дел Молотов сделал литовскому президенту Сметоне предложение. Литва должна согласиться на создание советских военных баз на своей территории, а взамен получить захваченные Польшей еще в 20-м году Вильно и Вилинский край, которые по пакту Молотова-Риббентропа отошли Советскому Союзу. В октябре 1939-го Литва и СССР подписали договор о взаимопомощи и конфиденциальные протоколы к нему. Уже через месяц в Литве появились первые советские военные базы, а город Вильно наконец-то стал литовским. Благодарим нашего дружественного соседа, Советскую Россию. Один вариант пойти по пути конфронтации, другой вариант пойти по пути сотрудничества. И, кстати говоря, руководство прибалтийских государств в 30-е годы, частично находилось на финансовой подпитке Советского Союза по линии органов ГПУ и Советской военной разведки. Литовцы всегда считали пакт Молотова-Риббентропа приговором своей недолгой свободе. Утверждали, что он положил начало советской оккупации. И старались не вспоминать, что Литва тоже получила свою часть пирога, косвенно поддержав пакт в части раздела Польши. Если уже воображать как пирожок, то скорее начиненный толченым стеклом и гвоздями. Известна фраза Молотова, вы можете брать, можете не брать, мы все равно ведем вот эти гарнизоны. Уже через год СССР предъявил Литве ультиматум о вводе дополнительного контингента. Численность советских войск возросла в 10 раз. Тут же произошла смена правительства, и буржуазная республика превратилась в советскую социалистическую, войдя в состав СССР. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как в 40-м году Литва встречала Красную Армию? Ну, я сам встречал, я был скаутом, парнишкой, вместе с шаулистами, вместе с армией литовской, с знаменами, с оркестром, с цветами. Очень было хитро все сделано. И потом, когда началась вот эта безбожная советизация Литвы, тогда люди очухались. Будущий неофициальный президент Литвы Йонас Жемайтис во времена буржуазной республики был кадровым офицером. После установления советской власти, Народная Армия Литвы превратилась в 29-й корпус Красной Армии. Жемайтис получил новые красные петлички и звание командира. До начала войны оставалось меньше года. Первые вооруженные группы литовского сопротивления возникли еще в 1940 году. Эти группы были организованы на базе остаточных подразделений литовской армии. И кроме того, была создана организация «Железный волк» в уставных документах, в которых было записано привитие национальной вражды по отношению к русскому и советскому населению Прибалтики и Литвы. Подпольные организации поддерживались немцами. За 9 дней до начала войны НКВД провело депортацию так называемого неблагонадежного коренного населения. Брали всех без разбора. Вот с этого вокзала 14 июня 1941 года в свое почти 30-летнее путешествие отправились 18,5 тысяч литовцев. Выйти из вагонов им предстояло через месяц на мерзлую землю Заполярного круга. Среди высланных оказалась и родная сестра Жемайтиса с семьей. И нас посадили в легкую машину, троих детей малых и родителей и везли на станцию. Нас привезли в Комисс СССР, в Капкировский район, в лагерь. Там был лагерь, заключенных уже не было. И вот сильные потом эти заборы срезали. И там было бараков 10-15, наверное. И мы там долго-долго жили. Была бы большая станция, много вагонов, и были бы не эти 20 тысяч человек, а гораздо больше. Но была предусмотрена другая волна. 23 июня. Я должен был попасть в эту вторую. За неделю до начала войны всех бывших литовских военнослужащих заставили сдать боевые патроны. Советское командование считало литовские части неблагонадежными. И не зря. Уже на второй день войны все они сдались немцам. Солдат вермахта в Литве восприняли как освободителей, несмотря на отобранную Клайпугу. Литовские добровольцы пошли служить в местные полицейские отряды. Но воевать за Германию на фронте они не хотели. То, что литовцы так и не создали, не стали, в общем-то, создавать этих регионов СС, сейчас вспоминается с гордостью. Ну, чего они не сделали, то не сделали. Но есть и печальные страницы. Это вот некоторые батальоны из этих, значит, полицейских участвовали в совершенно омерзительной деятельности, в истреблении еврейского населения. Кадровый офицер Жемайтис служить в полицию не пошел и возвратился в родную деревню. Его молодая жена ждала ребенка. В конце 41-го года в семье родился первенец, которого назвали Лаймутисом, что по-литовски значит «счастливчик». Несмотря на то, что повсеместно государственный флаг Литвы гордо развивался рядом с германским, нацисты относились к литовцам как к людям второго сорта. Угоняли на работу в Германию, закрыли все высшие учебные заведения. Землю объявили собственностью Третьего Рейха. Уже в 42-м году стало ясно, что каким бы ни был исход войны, вожделенной независимости литовцам не видать. Именно поэтому в 43-м году бывшие военные создали подпольную литовскую освободительную армию. Ее главный принцип – ни советская, ни немецкая оккупация не отменяют суверенитета Литвы. Ждали, что война кончится, все равно Литва восстановится в свои места. Так немцы же тоже были оккупантами? Оккупанты, но они у нас не мешались. Немцы смотрели на игры патриотов сквозь пальцы и направляли литовских добровольцев в свои разведшколы, где обучали приемам диверсионной работы в тылу врага. Всю войну Йонас Жемайтис проработал на тихой должности председателя сельхозкооператива, не ввязываясь в чужую войну. Он ждал своего часа. В июле 44-го года советские войска вступают на территорию Литвы. Объявляется всеобщая мобилизация в Красную Армию. Но литовцы не хотят воевать за коммунистов, так же, как не хотели воевать за фашистов. И бегут в леса. На знаменах красных было написано «Свобода, Радбинство, Братство», а сначала это аресты, депортации, изъятие земель крестьянских, преследование религии. Ну, русский народ, кстати, все это сам прекрасно знает, испытал еще больше возможностей. Из протокола допроса Жемайтиса. Ко мне пришел мой сослуживец, сын бывшего генерала литовской армии. Он предложил вступить в подпольную литовскую освободительную армию. Поскольку я был враждебно настроен к советской власти, то дал свое согласие и присягу на верность. Большую часть подпольной армии составляют сбежавшие в леса крестьяне. Присягу на верность они дают в костелах. А при каждом отряде состоит свой священник, Ксенц, воюющий с оружием в руках. Масса случаев, значит, фиксирована ухода в лес целых классов из школы. Эта война была, значит, актом защиты народа, который, в общем, понял, что приходит что-то очень плохое и представляющую для него угрозу. Скрываются лесные братья в бункерах. Глубина укрытий больше трех метров. Ходы роются из домов, колодцев и хлевов. Лаз лесного бункера маскируется посаженной сверху елкой. Обнаружить такое укрытие практически невозможно. Днем местность похожа на обычную лесную поляну. На поверхность братья выходят только ночью. В их среде даже появляется романтический пароль. Нашим солнцем была луна. Но в лесах скрываются не только романтики. Там оседают также гитлеровцы, попавшие в окружение, и литовские каратели, которые сотрудничали с немцами. Новоявленные партизаны регулярно нападают на тыловые коммуникации Красной Армии. Самая большая зачистка на территории Литвы, она произошла в декабре 1944 года. Она длилась неделю, но за эту неделю было убито в Литве более двух тысяч человек. Часть деревней сожжено. И не исключено, что в ходе этих операций, и это не может быть ничем оправдано, погибли десятки, сотни мирных жителей. Однако жители, которые, естественно, были опорой вооруженного сопротивления Красной Армии. Руководство подполья, бывшие офицеры литовской армии, в том числе и ушедшие в лес Жемайтис, действуют по классической схеме сопротивления в тылу врага. Территория Литвы делится на девять округов, возглавляемых полевыми командирами. Чтобы обезопасить свои семьи, все партизаны берут псевдонимы. Устанавливается связь с английской и шведской разведками. Вводится жесткая конспирация. Отряды разбиваются на мелкие группы. Центр координирует их действия при помощи связных. Как правило, это девушки и подростки. Они вызывают меньше подозрений. Я уже дома не имела нигде. Я все время ездила с одной места над рукой. И как вы отжимаетесь, меня сказал, говорит, если ты где-нибудь едешь, ты никогда никому не говори, где ты едешь и когда ты приедешь, а то сразу тебя возьмут. У вас не было оружия? У меня было оружие. Во всех документах литовского сопротивления советская власть именуется оккупационной. Для борьбы с ней используются крайние меры. Из постановления движения за свободу Литвы. Слишком старательных должностных лиц карать смертной казнью. Пропагандировать среди крестьян сопротивление колхозам. Срывать митинги. Приказать всем колонистам уехать из Литвы. Неподчинившихся уничтожать. Члены ВКПБ и военные считаются врагами литовской нации. Ну, другого выхода нету. Или продаться, служить, как говорится, оккупантам, или идти воевать. Я выбрал такую дорогу, что бороться. Добровойно ушло. Все помогали. Все свои родня, все люди, все семьи помогали, как возможно. 46-й год. Год массовой коллективизации аграрной Литвы. Советская власть национализирует дома и землю зажиточных крестьян. Раздает безземельным и тут же сгоняет их в колхозы. Дом Жемайтиса тоже отобран. Родители выселены из деревни. Жена будущего неофициального президента арестована во время одной из зачисток НКВД. Но ей удается бежать. Вместе с маленьким сыном она живет под чужой фамилией. Пик активности литовской подпольной армии приходится именно на это время. Вот хроника операций только одного из отрядов округа Кастутис, командиром которого вскоре станет Юнас Жемайтис. В сентябре 46-го года отряд нападает на деревню, где 13 безземельным крестьянам была отдана земля, высланного в Сибирь односвечанами. Партизаны врываются в дома и убивают всех, кто там находится. На дверь прибивают записку. Вы жили не на своей земле и получили собачью смерть. Из домов увезли все, вплоть до расчески. Весь декабрь 46-го года лесные братья пытаются сорвать выборы в Верховный Совет СССР. Расстреливают и поджигают избирательные участки, уничтожают бюллетени, прерывают телефонную связь. 5 декабря 46-го года отряд совершает нападение на дом председателя сельсовета, где в это время проходит совещание. Под пулями братьев полегли 15 сельских активистов. В среднем в течение месяца, как следует из отчетов советских органов безопасности и внутренних дел, в Литве имело место не менее 50 банд проявлений, так называемых, нападений на партхозактив и так далее. В Альбитах каждую ночь стреляли, убивали, резали, жгли. Это кошмар, это была подпольная война. Убивали своих же литовцев, которые симпатизировали советской власти. С партизанами планировали покончить в несколько месяцев. Но все сроки проходили, а вооруженные резистенты напоминали о себе все чаще. Срывали митинги, сжигали хутора, где жили семьи, призванных в Красную Армию. В общем, всячески портили статистику социалистического строительства. Прочесывание леса в поисках партизан напоминало поиск иголки в стоге сена. Да и многие советские солдаты не горели желанием умереть вдали от родины, когда война уже закончилась. Вот один пример. Окружили в лес, и сейчас уйти надо. Из одного квартала пришли, постреляли, в другом опять. И видим в кустах солдат. Советская армия. Стоит, сидит, двое, третий подальше. Они увидали, наверное, нас, но нас много. Они, двое, трое, на винтовке шапку надел, и вроде он не видит. И сидит, и смотрит где-то в сторону. И все прошли. Тихо, и все. Могу, 18 или 20 человек. Вот таких примеров много. Москва присылает в Вильнюс элитных чекистов, имеющих опыт борьбы с диверсантами в Маньчжурии, Абхазии и Чечено-Ингушетии. По их предложению с санкцией Берии в Литве начинают действовать так называемые ложные партизанские отряды. Работают они, как обычные чистильщики. Через местных жителей ищут контакты с настоящими партизанами. Пришедших из леса навстречу ликвидируют. Заодно убирают и всех свидетелей. Эта борьба была очень жестокой, без правил. С обеих сторон были совершенные преступления. И от этого никуда не уйти. В этом противостоянии борьба шла на уничтожение, взаимное уничтожение сторон. Подпольная армия заставляет жить по законам военного времени и местных жителей. Они главная опора лесных братьев. Без них не выжить. Но тех, кто отказывается помогать, ждет суровая кара. Из постановления движения за свободу Литвы. К жителю, который отказывается выполнить требования борца партизана за свободу, последний может применить насилие. А в особых случаях и оружие, не отвечая за последствия его применения. И что вы будете говорить, когда к вам приходит лесной брат? Вы поете его песню. Когда приходит НКВД, вы поете другую песню. А что вел крестьянина? Он кормит одного, салом и самогоном поет, и другого. Лишь бы уцелеть. Но не всегда поступки людей подпадали под нехитрую схему «свой-чужой». Желание остаться человеком часто пересиливало инстинкт самосохранения. Николай Георгиевич Кочнев, сержант Красной Армии, зимой 41-го года бежал из немецкого плена. Выпрыгнул из открытого люка теплушки. Через несколько часов вышел к затерянному в лесной глуши хутору. Очень бедная избушка, земляной пол, солома вместо матраса. Двое детишек маленьких смотрят, понять разговоры не могут. А отец их немножко по-русски говорил. «Откуда, товарищи, идете?» Я ему сказал, от смерти дать и бежали. Несколько лет литовские крестьяне прятали Кочнева в сарае. Лечили медом от фурункулов, прожаривали одежду, борясь с овшами, делились нехитрой деревенской едой. Правильно? Я говорю, ты же рискуешь жизнью всей своей семьи. Ради чего ты меня укрываешь? А я тебе не как большевика и коммуниста, а как человека, который хочет жить. Но потом позже он уже говорил, я не хочу кровь проливать ни немцев, ни литовцев, ни русских. Я верующий человек. Кроме семьи Пранаса-Дамскеса о Кочневе знали еще человек 50. И никто его не выдал. После войны солдат приехал повидаться со своими спасителями. Но Пранаса не нашел. Литву освободили, была мобилизация объявлена, он исчез. И там все соседи говорят, Дамскес, бандит, Дамскес, бандита. Я говорю, не верю, это наговоры. Я пошел в НКВД к начальнику НКВД. А я с автоматом, у меня уже медаль бельстит на груди, за отвагу я успел получить. Советский солдат пришел бандита вручать. Не верит ли гад капитан? Кочнев хотел привезти Пранаса в местный отдел НКВД и поручиться за него. Жена Пранаса долго не верила русскому солдату, но все-таки решилась и повела Кочнева в лес. Оказалось, Пранас-Дамскес почти три года просидел в бункере. На земле ему было жить страшнее, чем под землей. Он боялся и НКВД, и лесных братьев. Он меня похватил, наревет, целует. Моя жизнь в твоих руках, Никола, делай со мной что хочешь. Я говорю, я сделаю тебе то, что сделал ты мне в 41-43 годах. После допроса в местном отделении НКВД, который длился сутки, Пранаса отпустили. Лесные братья нападают уже не только на деревни. Они появляются и в городах. Теперь их атакам подвергаются семьи советских солдат и переселенцев. С наступлением темноты военные городки охватывает панический страх, особенно если часть гарнизона отправляется на задание. Партизаны сразу же узнают об этом и нападают на оставшиеся без охраны семьи. Лесные братья добираются даже до высоких чинов Министерства госбезопасности. По поручению Жемайтиса был захвачен начальник следственного отделения МГБ Литвы, на конспиративной квартире, куда он пришел для встречи с агентом. И его не просто зарубили топором, его расчленили. В 47-м году Москва поручает разработку плана по физическому устранению лидеров литовского подполья Науму Эйтингону, заместителю начальника 4-го управления МГБ СССР. Тому самому Эйтингону, который руководил операцией по убийству Троцкого. Чтобы ближе подобраться к верхушке лесных братьев, чекисты начинают активно перевербовывать арестованных партизан. Одним обещают вернуть из Сибири высланных родственников. Других запугивают искусно изготовленным компроматом. Например, вот таким. Вы видите сейчас фотографию настоящих лесных братьев. А на следующей фотографии, изготовленной в лаборатории НКВД, уже появляются лица известных партизанам чекистов. Если такой снимок попадет в лес, на троих из пяти партизан падет подозрение. И военно-полевой суд, в просторечии тройка, вынесет им смертный приговор. А вербовка носит такой массовый характер, что уже непонятно, где свой, а где чужой. Нина, раз и на уседайте, была одной из немногих, кому доверял Жемайтис. Когда ее арестовали, он не поменял псевдоним и бункер. Сказал, Нина не выдаст. И оказался прав. Нина, а что было самое страшное для вас? Живым попасть. Нина носила с собой цианистый калий. Ампула была зашита в воротник пальто. Но принять ее Нина не успела. Двадцатилетнюю девушку год держали в одиночке. И били, и держали. И потом то давали кушать, то не давали кушать, то не давали спать неделями. И они мне обещали, говорит, ты нам только помоги немножко, несколько вот этих самых главных, помоги нам взять. И тогда мы тебя отпустим. Нина не выдала никого. Перебитый в четырех местах позвоночник и восемь лет лагерей – цена ее верности. А мама нашла ампулу с цианидом, когда распорола Нине на пальто. И написала дочери в лагерь. Как я счастлива, что ты не успела его надеть. Я только подумала, мама, если б ты видела, сколько мне надо было перенести, и видела бы, какая я теперь страшная, ты бы лучше узнала, что меня нету живой. А колесо партизанской войны все набирает обороты. В 48-м году лесная армия проводит знаковую операцию – нападение на деревню Абшрутой, где после депортации коренных жителей поселились колонисты из разных уголков Литвы. Охраняли деревню внутренние войска. После нескольких предупреждений силами округа Таурус с подкреплениями было организовано нападение. Там были жертвы. И после этого деревня, так сказать, уехала. После этого вот такие колонизации более не производились. Госбезопасность отвечает партизанам депортацией родственников в Сибирь. А из местных добровольцев формируются отряды так называемых народных защитников. В отряды вступают, во-первых, идейные сторонники советской власти, во-вторых, те, кто хочет отомстить лесным братьям за убитых родственников и друзей. И, наконец, вышедшие из леса партизаны, сдавшие оружие, которые должны искупить свою вину кровью. Эту категорию народных защитников за жестокость прозвали истребителями. Своих бывших соратников они не жалели, так же, как раньше чужих. Они особенно себя запятнали тем, что производили эти раскладки трупов на площадях возле костелов, часто, в воскресные дни, когда люди собирались и наблюдали, кто там заплачет, кто чего, чтобы донести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это трагичная страница гражданской войны. В Литве с участием, безусловно, советских внутренних войск и советских оперативных подразделений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Литва командирует в Литву организатора специальных оперативных групп Николая Соколова. Его агенты всего за полгода ликвидируют больше 80 полевых командиров. Руководство литовского сопротивления понимает, что силы не равны, и если помощь не придет извне, все будет кончено. Жемайтис отдает приказ собирать разведданные о дислокации воинских частей в Литве, об экономике и стратегических научных разработках. Он убежден, что в обмен на эту информацию получит помощь Запада. Лидеры подполья указывали на то, что борьбу они ведут в расчете на вооруженное выступление против Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Англии, и на то, что будущее государство будет существовать под эгидой скандинавских государств. Но связь с западными разведками практически невозможна. Несколько агентов-парашютистов из Германии, где базируется марионеточный комитет освобождения Литвы, арестованы. С английской и шведской разведками чекисты давно ведут радиоигру, кормя их информацией выгодной кремлью. Настоящему подполью никак не удается выйти на контакт с иностранными спецслужбами, и тогда на запад отправляются два лучших разведчика подпольной армии. Они переходят через две границы, добираются до Швеции, передают документы и возвращаются на родину. Девезли списки депортируемых, масса другого материала. То есть впервые на запад была отправлена информация, которая никак до этого времени не доходила. Были какие-то догадки. Но даже после этого запад не обратил внимания на резистентов. Документы были рассмотрены американским конгрессом только через три года. Шла холодная война, и странам, делившим мир, не было дела до маленькой Прибалтийской республики. А Комитет освобождения Литвы из Германии направил партизанам символическую помощь. Несколько тысяч долларов с припиской. Как символ понимания демократическими силами нашей борьбы против большевизма. Другой помощи литовское подполье не дождалось. Скажите, а как вы попались? Попался тоже. Прямо из лесу. Задачи как раз за границу должны были документы высылать. Деньги уже я обеспечил. Полмиллиона мы уже я достали лично. Достали, мы там хорошо сделали. Без одного выстрела. И сколько вам дали? 25, 5 и 5. Немного. К концу 48-го года Йонас Жемайтис становится главной фигурой сопротивления. Под его командование переходят три округа. Тогда же МГБ начинает за ним охоту. Кто он такой, чекисты не знают. Им известен только его псевдоним. Виталтас. Из ориентировки на Жемайтиса. Очень спокойный, уравновешенный. Не любит пустых шуток и разговоров. Хорошее настроение бывает редко. Когда шутит, рассказывает анекдоты о своей жизни за границей. Хорошо образован. Любит музыку, неплохо поет. Водку пьет, но мало. Любит читать. Носит сапоги-галифе, спортивную куртку с молнией, фуражку. Вскоре у чекистов появляется ниточка к Жемайтису. После смерти жены в Каунасе у него остается пятилетний сын Лаймутис. Командир просит Связную найти и спрятать сына. И он мне говорит, он находится по такому адресу. И что как можно скорее его оттуда надо взять. Связная находит Лаймутиса. И чтобы мальчик не стал заложником в игре взрослых мужчин, передает его надежным людям, которые несколько лет прячут его от чекистов. Ребенок не знает, кто его отец. Жемайтис увидит сына всего один раз, когда Лаймутиса с большими предосторожностями приведут в лес. В 49-м году по инициативе Жемайтиса представители партизанских округов создают высший политический орган Литвы. Движение борьбы за свободу. Обязанности президента до созыва Сейма возлагаются на Жемайтиса. В 49-м году уже, кажется, и сопротивление пошло на убыль. Они создали верховное руководство. А Жемайтис, который был назван как бы партизанским генералом и председателем Совета командиров, будет президентом, временным президентом Литвы. Но шаги чекистов все чаще слышны у бункера Жемайтиса. В результате постоянного напряжения в 51-м году подпольный президент переносит микроинсульт. Рядом с ним постоянно находятся начальник охраны и медсестра. Днем они сидят в бункере в полной темноте. Говорят только шепотом. Радио включают только для новостей. Экономят батарейки. Любой выход на поверхность связан с огромным риском. В том же году оперативная группа МГБ под руководством Эйтингона ликвидирует начальника разведки подпольной армии Йозеса Лукшу, через которого поддерживалась связь с Западом. Кроме того, советским органам госбезопасности удалось перевербовать значительную часть актива литовской повстанческой армии, которая включилась в радиоигры с английской разведкой. И в 50-м, в 53-м году фактически работа организованного подполья велась под контролем советских чекистских органов. Местное население тоже устало от войны. Лесные братья потеряли свою главную опору. Пока местное население поддерживало, до тех пор они жили. До тех пор они воевали. До тех пор они боролись. Как местное население перестало их поддерживать, так и все кончилось. Потому что всем надоела кровь эта. Весной 53-го, просеяв через сито допросов с пристрастием не одну сотню людей, чекисты выходят на Йозеса Полубяцкеса, начальника охраны генерала Жемайтиса. Родители Полубяцкеса умерли, братья и сестры депортированы. Все его имущество при аресте – часы с отломанной стрелкой да деревянный мундштук. После обещания чекистов вернуть из ссылки родных, он указывает место расположения бункера, где скрывается Жемайтис. На одном из допросов Полубяцкес скажет, «Я много передумал и считаю, что борьба бессмысленна. Для прекращения кровопролития хочу дать правдивые показания». 30 мая 1953 года в бункер Жемайтиса влетает граната с усыпляющим газом. А в это время в Москве после смерти Сталина происходит передел власти. Берия пытается взять все в свои руки. В апреле 1953 года он командирует в Литву своего помощника генерала Сазыкина. Тот должен доложить Берии о ситуации в республике. Берия поставил на национальную карту, но союзников у него маловато в это время было. И в общем он мог опереться только на ставшихся командиров литовских, которые сражались. В то же время по представлению Берии Президиум Совмина СССР рассматривает вопрос о положении в ГДР. В постановлении делается ошеломляющий вывод. Курс на строительство социализма в Германии был ошибочным. Такой же ошибкой Берия считает политику Кремля в Литве. В постановлении Президиума ЦК о положении дел в Литовской ССР осуждаются массовые репрессии и отмечается извращение ленинско-сталинской национальной политики. 23 июня 1953 года неофициального президента Литвы Жемайтиса по личному распоряжению Берии отправляют в Москву. Его помещают во внутреннюю Лубянскую тюрьму как заключенного номер 21. Через два дня Жемайтис был вызван на допрос в кабинет номер 305. За столом сидел Берия. Они говорили час. По некоторым сведениям Лаврентий Павлович предложил Жемайтису возглавить литовское правительство. Существует версия, что всемогущий нарком планировал восстановить в Литве частную собственность на землю, провозгласить свободу слова и религии. Мог ли Жемайтис принять предложение Берии? А если бы принял, какие последствия ждали Литву? На эти вопросы мы никогда не получим ответов. Потому что на следующий день после тайной встречи с Жемайтисом 26 июня 1953 года был арестован сам Берия. Тайная встреча, полночная, и по обе стороны стола два обреченных человека. Жемайтис генерал, уже без армии, и Лаврентий Павлович Берия. Первое лицо государства. Но власти у него уже нет, но он еще об этом не знает. Июльский пленум 1953 года осудил Берию в том числе и за то, что он способствовал активизации антисоветских элементов для создания в Литве буржуазно-демократического строя. Глава литовских коммунистов Антанос Снечкус говорил на пленуме. Кто такой Жемайтис? Такой же, как и его популяризатор Берия. Сидел себе в бункере и очень был далек от литовского народа. В сентябре заключенного Жемайтиса отправили назад, в Вильнюс. Видимо, тогда он понял, игра закончена. И отказался отвечать на любые вопросы. Судьбу Жемайтиса решали в Вильнюсе. Решал Снечкус и решало непосредственно руководство Литвы. Без их определяющего голоса никакого судебного решения по делу Жемайтиса принято бы не было. Через год после встречи с Берией, вот в этом здании состоялся закрытый судебный процесс над Жемайтисом. Последним желанием подпольного президента было увидеть сына. Ему показали только фотографию, на которой опекунша обнимала Лаймутиса счастливчика. На груди мальчика гордо сиял пионерский значок. Лидер литовского сопротивления Йонас Жемайтис был приговорен к высшей мере и расстрелян в Бутырке. Йозас Полубяцкис, выдавший его ради спасения родных, не избежал той же участи. С 1940-го по 1954-й год в Литве подверглись репрессиям около 250 тысяч человек. То есть каждый десятый литовец. За время вооруженного противостояния порт-актив, спецслужбы и внутренние войска потеряли 25 тысяч человек. Столько же, сколько и лесные братья. Здесь вот живут мои соседи. Вот, например, коротко и ясно. Один был стремителем, другой был, значит, лесным, а третий работал в волости. Вот теперь они, старики, встречаются и смеются над собой. Говорят, ты такой, ты такой. И живут вместе. Понимаете? Вот так что, если по-человечески в войне не надо искать героев. КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин